Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас уже пятница, 16 августа 2024 года. И именно с сегодняшнего дня, по 18 августа, 823-летие Риги планируется отметить праздником вкуса живыми огненными инсталляциями и центральным событием праздника на набережной 11 ноября сообщили агентству «Лето» в отделе внешних коммуникаций Рижской Думы. Праздник города. Как же Рига отметит свое 823-летие? Вкратце, конечно, я все не буду зачитывать. Много событий будет, друзья. Приезжайте на празднование 823-летия города, столицы нашей Латвии – Риги. Праздник откроется Рижским фестивалем вкуса, который впервые пройдет в Старой Риге. Цель этого фестиваля – познакомить рижан и гостей, конечно же, столицы с постоянно меняющимися вкусами латышской кухни, как традиционной, так и новаторской. Фестиваль вкуса пройдет на двух площадях Старой Риги. Парковка по адресу Мазас Яуньелас 5 на три дня с сегодняшнего дня до 18 августа превратится в площадь вкусов уличной еды с широким выбором блюд, где соберутся мастера. 17 августа на Ратушной площади в течение дня пройдут различные кулинарные мероприятия. Я говорю, там еды будет очень много, запахи будут стоять столбом. Особая роль в этот день будет отведена бутербродом. Пройдут мастер-классы и различные конкурсы. О праздничной атмосфере позаботятся рижские мими, панто-мими и музыкант Рудра. 17 августа завтра с 14.00 до 20.00 в пассаж ратуши вернутся рижские ремесленники, вместе с которыми на улице Аматнеку будет возможность попробовать различные ремесленные навыки и купить изделия, созданные ремесленниками. В честь дня рождения Риги Парк Победы на два вечера кардинально изменится. Французская группа художников выступит живыми огненными инсталляциями. Мероприятие состоится сегодня, вот сегодня 16 августа, пятницу, и 17 августа. Но, друзья, подчеркиваю, очень поздно, конечно. Ну как поздно? Кому-то поздно. 22.00 это вечера. Ну вы понимаете почему? Потому что огненные инсталляции. Их лучше видно будет и более эффектнее так, красивее будет вот эти вот огненные инсталляции. С 17 по 18 августа пройдет баскетбольный турнир, матч берегов, популярное спортивное мероприятие с широкой развлекательной программой. Круглосуточно на поле будут находиться баскетболисты правого и левого берегов, даугавы, разного уровня подготовки. Выступать диджеи и музыканты. Для зрителей пройдут соревнования, а также будет возможность перекусить на рынке вкусов. 17 августа, все завтра же, друзья, с 14.00 в Старой Риге будет звучать фестиваль уличной музыки. В 10 разных местах вец Риги прохожих будут развлекать как профессиональные, так и уличные музыканты, уже хорошо известные рижанами. Кульминацией торжества и самым масштабным событием станет мероприятие «Рига растет» на набережной 11 ноября, где 17 августа состоится пышное празднование в честь 823-летия Риги. На территории мероприятия от статуи Большого Кристопа до Каменного моста будет возможность поучаствовать в различных мероприятиях, написать самое длинное любовное письмо Риги, сфотографироваться и увековечить себя в интерактивном режиме в фоторамке с пейзажами Риги, создать оригинальные принты в мастерской трафаретной печати, поучаствовать в создании объекта стрит-арта. Тем временем, в малых матчах-перегов семьи с детьми приглашаются на веселые мероприятия с аттракционами и так далее, и так далее, друзья. Зрители мероприятия также увидят обширная музыкальная программа, зрители увидят программу и обещают организаторы. С 14.00 на набережной прозвучит музыкальный проект для самых маленьких – укулеле. А с 14.45 зрителей порадует история рижского петуха. Маленькие участники фестиваля будут участвовать в играх, разучивать новые песни и танцы вместе с певицами Евой Леймоне, Катриной Гупала и Лаурисом Валтерсом. Во второй половине дня порадует юмористическая рок-группа «Пирмайс Курс», ну и так далее, и другие-другие группы. Я все группы эти назвать не буду, а приезжайте и все увидите. А также создана специально для праздничного вечера концертная программа «Сердце Риги». В ней прозвучат старые и не очень старые известные и не очень известные латвийские эстрадные песни о Риге в новых аранжировках Платона Буравицкого, приступа Криев Калнца и Яниса Страдца, в исполнении Айи Виталини, Паулы Сайя Яи, Дауманта Калненша, Ральфа Эйланса и Артура Скутелеса. В конце, друзья, в конце вечера с 22 часов и 30 минут, с полодиннадцатого, ожидается, внимание, вот я к чему подхожу, ожидается лазерное и фонтанное, повторю даже, лазерное и фонтанное шоу, а затем вечеринка с диджеями Томом Гревеншем и Заной Стоцкой. Так что приезжайте, друзья, ну, кто сможет, извините. На праздник города мы частенько бывали, 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 повторяю, друзья, бывали. Скорее всего, и в этот раз мы поедем. Ну, пока точно не могу сказать, 50 на 50 пока. Если будет погода, да, сейчас расскажу про погоду. Если позволит погода, ну, понимаете, о чем речь идет. Потому что хочется поснимать, конечно же, видео, видео, друзья, да. И показать вам, естественно. Давайте-ка посмотрим, что же будет за погода на вот эти вот праздничные дни. Ну, праздник, это праздник Риги, конечно же. Ну, и на следующей неделе что будет? Согласно последним прогнозам с погодой. Погоды в эти выходные. Дождь пройдет лишь в некоторых местах Латвии. Тогда как на следующей неделе дожди ожидается по всей стране. Это пишет лето. В субботу будет много облаков. Это завтра, друзья, уже. Местами пройдет дождь. А местами с наибольшей вероятностью вечером в юго-восточной части страны возможны грозы. Слабый ветер преимущественно будет дуть с запада. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-19 градусов тепла, конечно. Днем поднимется до 21-26 градусов. В воскресенье ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ранним утром местами возможен густой туман. Водители, будьте внимательны. Будет дуть слабый ветер. На большей части страны температура воздуха на восходе солнца опустится до 9-14 градусов. От 9 до 14, друзья. А днем достигнет 22-26 градусов. По текущим прогнозам в ночь на понедельник небо будет затянуто облаками. Временами пойдет дождь, местами возможны ливни и грозы. Днем также ожидаются осадки. В то же время в обторник может вернуться сухая и солнечная погода. Но в середине недели возможен циклон и сильный дождь. В самые холодные дни на следующей неделе температура воздуха не ожидается выше 17-22 градусов. В самые теплые дни столбик термометра поднимется до 21-26 градусов. Вот такие вот новости, друзья. Но я не зря вам сказал, какая будет погода. Потому что точно неизвестно, местами будет ли завтра или послезавтра в Риге. Возможно. Местами не будет. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Праздник города Риги. Рига будет отмечать. Уже начал отмечать. Именно сегодняшнего дня. 823-летие. Ну и далее я вам уже рассказал. Приезжайте. Это не реклама, а просто, друзья, от себя. Читаю комментарии. Отдельный привет. Да. Той женщине, которая постоянно пишет комментарии. Да, говорит, буду на празднике города. И так далее. И так далее, друзья. Всех с праздниками. Рижан, поздравляю. С праздничными днями. Выходными днями. Ну, сегодня еще рабочий день. Ну, начинается с пятницы. Суббота. Воскресенье. Ну, и так далее. Кто, как, по возможности, эти праздники отмечает. Еще раз всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы международной. Не забудьте поставьте лайк под видео. Подпишитесь на наш канал. Поделитесь в социальных сетях с друзьями. Просто так поделитесь. Посоветуйте. С вами съездите. Да не пожалеете, друзья, конечно. Походите по Риге. По старой Риге, конечно. Я вам назвал места. Почти все места назвал. Там уже в процессе, когда приедете туда, увидите, друзья, все. На месте. Кто-то на машине поедет. Кто-то на электричке. Насколько я знаю. Транспорт. Общественный транспорт. Бесплатный. На праздники, на праздничные дни в Риге, будет бесплатный общественный транспорт и стоянки. Вот поподробнее сейчас. Послушайте внимательно. Рижане и гости столицы 17 и 18 августа смогут ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях бесплатно. А также парковаться на муниципальных стоянках, сообщает предприятие Рига с Сатексми. Также она сообщает, что будут организованы и дополнительные рейсы общественного транспорта. Во время праздника Рига с Сатексми, входя в автобус, троллейбус или трамвай, не надо, повторяю, не надо будет регистрировать эталоны. Поскольку общественный транспорт в эти дни будет возить людей бесплатно, предупреждает предприятие. При этом в ночь с 17 на 18 августа на многих маршрутах запланированы дополнительные рейсы. Все они перечислены в этом документе. Я этот документ вам скопирую и ссылочку, друзья, в описании, либо же в комментариях оставлю. Муниципальные автостоянки также будут работать бесплатно, за исключением подземной стоянки на улице Крышина-Валдемара, возле дома Конгресса. Центры обслуживания клиентов будут работать, как обычно по субботам и воскресеньям. Как сообщал РУСЛСМ+, во время празднования 823-летия дня рождения города, Старые Риги и ее окрестностях ограничат движение частности с вечера среды и до вечера воскресенья. На участке набережной 11 ноября перекроют движение транспорта. Вот поэтому мы с Натальей, ну если мы, конечно же, поедем, поедем же на электричке, друзья. Обычно мы почти всегда постоянно на празднике едем на электричке. Так намного проще, потому что все события происходят в Старой Риге, ну и на набережной и так далее, тут рядышком от железнодорожного вокзала. Это просто советую, конечно же, кто не хочет, как говорится, там пробочках, ну стоянки сами слышали, что бесплатные. Ну, это по-вашему, на ваш выбор, по желанию. Хотите, едьте на машине, естественно. Мы поедем на электричке. На Виви. Да, конечно. Вот такие вот новости.